Всем привет! С вами Владимир Колосов, компания Колосов Хаос. Мы строим загородные дома по правильной каркасной технологии в Москве и Московской области. Как вы уже поняли из названия ролика, речь сегодня пойдет о двойной обвязке. Я хотел бы объяснить, что это, почему я считаю, что двойная обвязка это зло. Развею некоторые мифы на этот счет. Я небольшой специалист в Кечапе, в котором я сегодня записываю этот ролик. Но для того, чтобы донести свою мысль, этого будет вполне достаточно. Итак, сразу к делу. Давайте поговорим про двойную обвязку. Вы, скорее всего, если собираетесь строить себе дом, встречали на сайтах некоторых компаний, типа двойная обвязка в подарок или это как неотъемлемая часть базовой комплектации идет. Пошло это, по-моему, в свое время из Санкт-Петербурга, из северных областей. Что это такое? Для начала давайте, у нас есть некий фундамент дома. Фундамент обвязывается брусом. В данном случае, там, столбы, неважно, сваи. Мы не говорим про ленточный фундамент, мы говорим про столбочный фундамент. Соответственно, сверху он обвязывается брусом. Это обвязка. Обычная обвязка. Делается, как правило, из бруса. Ну, разные вариации. Там, 150 на 150, 150 на 200 и так далее. А вот двойная обвязка, это еще один брус, который кладется сверху. И вот тот брус, который кладется сверху, это и называется двойная обвязка. Сейчас я покажу, как она выглядит и объясню, почему ее тут быть не должно. Значит, в чем суть этой двойной обвязки? На нее в дальнейшем, ну, вот видите, брус положили. Сейчас я объясню, для чего эти вырезы. На них в дальнейшем очень удобно ставить стены. То есть, они ставятся прямо на этот брус. И, в общем, все счастливы, все довольны. А вот эти вырезы изначально делаются с одной стороны, точнее, с двух сторон. Будут делаться для того, чтобы, значит, балки пола в них зарезать. Вот получается у нас прекрасный пирог, прекрасный конструктор. И сверху на него ставятся стены. Почему это зло? После того, как в него будет уложен утеплитель, вот мы уложили утеплитель, вы можете увидеть, что стена стоит на дереве целиком. И получается, что дальше, когда у вас здесь пойдет пол, у вас вот эта часть вся, это все дерево. То есть, это все один большой мостик холода, холодный. То есть, ничто вас здесь не защищает от того мороза, который будет на улице. Ну и, соответственно, такая же ситуация с этой стороны. Конечно, бывают вариации. Бывают вариации, что двойную вот эту вторую обвязку делают чуть уже, чем основная обвязка. Но в целом ситуация это не меняет. Суть в том, что у вас под стеной находится холод. И, скорее всего, у вас вот этот угол будет промерзать зимой. И там будет образовываться ими. Даже если компания делает так же, как мы, а именно в щелях и в местах стыков прокладывает джут, что делают очень мало такие компании. Но, тем не менее, даже при таком условии все равно эта часть будет холодной. Соответственно, правильно по технологии делать немножечко по-другому. То есть, вместо вот этой обвязки двойной, да, вместо этого бруса ставятся доски торцевые. И, соответственно, уже вот на эти доски, если мы уберем утеплитель, который там был, сделаем вот этот утеплитель. Вот. Короче, вы можете увидеть, что гораздо большее пространство у нас утеплено. И, соответственно, вот здесь, когда начинается пол, по которому вы ходите, до этого еще есть большое расстояние, которое уже заложено утеплителем. И, в принципе, необходимости делать здесь еще один брус нету вообще никакой, от слова совсем. Кто-то, может быть, просто не знает, каким образом монтировать стену, когда у нас есть вертикальный доскан. Ну, тут существует несколько способов. Один способ – это когда перпендикулярно набиваются бриджинги. Либо второй способ – это когда две доски рядом ставятся, и получается, что стена опирается на две доски. Вариантов масса. Ну, суть в том, что эти варианты существуют. И правильно не делать двойную обвязку, а делать нормальную доску торцевую. И тогда всем будет счастье. Да, я прошу вас не обращать внимания на конструктив стены или отсутствие каких-то еще элементов. В данном случае я рассказываю не про то, как стену делал, а конкретно привожу разницу между двойной обвязкой и использованием нормальной торцевой доски. Вот нормальная торцевая доска – это по технологии. Двойная обвязка – это, ну, не колхоз, но вот это какие-то извращения на тему каркасного строительства. Так делать не рекомендую. И не рекомендую вестись на красивые слова. Потому что на словах, конечно, кажется, что двойная обвязка – что-то очень крутое. Подписывайтесь на этот канал, если еще этого не сделали. Ставьте лайк, если понравился ролик. Ну, а с вами был Владимир Колосов, компания Колосов Хаус. И увидимся на строительстве вашего дома. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok